Мировой кризис в экономике. Этот вопрос был одним из самых важных на саммите 20 наиболее развитых стран мира, прошедшего в Санкт-Петербурге. По итогам встречи принята декларация о мерах повышения роста экономики и занятости, которые уже называют Санкт-Петербургским планом действий. В эфире программы «Диалог». Здравствуйте! На саммите обсуждался еще один очень больной для всех стран вопрос, четкого плана действий, по которому так и не было выработано. Я имею в виду ситуацию в Сирии. Гражданская война в Сирии идет уже давно. Мировое сообщество успело привыкнуть к тому, что в этой стране каждый день гибнут люди. Но в конце августа там было использовано химическое оружие, в результате 1400 человек погибли. Власти Сирии неоднократно заявляли, что не применяли химоружие. Однако на Западе после этого открыто заговорили о необходимости вмешательства в сирийский конфликт. Поможет ли саммит 20 в преодолении мирового экономического кризиса? Необходимо ли вмешательство других стран во внутренний конфликт в Сирии? Насколько реализуется экономический интерес России в отношении с ближайшими соседями? Об этом мы говорим с экспертом Московского центра Карнеги Марии Липман. Мария Александровна, Петербургский форум изначально говорил о том, что там будут освещаться вопросы экономики. Вот была принята декларация о том, как выходить из этого экономического кризиса. Как Вы считаете, в целом, в этом смысле, Петербургский форум достиг своего успеха? Ну, действительно, собственно, и двадцатка в гораздо большей степени сосредоточена на экономических вопросах, чем на политических или вопросах международной политики. А этот форум специально должен был быть посвящен тому, как преодолевать нынешний кризис. И большое внимание должно было быть уделено какой-то выработке совместной политики в сфере налогов, в сфере борьбы с коррупцией. Ну, действительно, какие-то документы приняты, но проблема всегда с саммитами такого рода в том, что документы-то принять можно. А когда доходит дело до их применения, разумеется, такого рода декларации, они не имеют никакой силы закона. И, так сказать, можно только риторически взывать к тому, что мы же подписали. Выработка совместной политики в экономической сфере – это всегда достаточно сложная вещь. Это работает, допустим, в рамках Европейского Союза, у которого масса писанных документов, огромные фолианты, которые являются обязательными для членов Европейского Союза. А декларации двадцатки, конечно, такой силы не имеют. Главное внимание в это время было приковано к сирийскому вопросу. Вот почему президенту Обаме не удалось склонить лидеров двадцатки к тому, чтобы поддержать удар по Сирии? Да, действительно, хотя саммит планировался как встреча, посвященная экономическим вопросам, было понятно с самого начала, что при той остроте, которую достиг и сам кризис в Сирии, и особенно в связи с применением химического оружия, и с уже такой, как казалось, неотвратимой угрозой удара со стороны американцев, было понятно, что это, конечно, станет очень важной темой. Она обсуждалась за ужином, ужин затянулся, судя по отчетам средств массовой информации, очень надолго. Но американцам действительно не удалось заручиться согласием стран, большинства стран, на то, чтобы одобрить американскую инициативу по нанесению удара, тем более к ней присоединиться. Дело в том, что, собственно, и в самой Америке, как можно видеть, нет такого согласия. Обама поначалу заявлял о том, что он лично принял решение. Ему не нужно было для этого формальное одобрение Конгресса, но он к Конгрессу обратился. Возможно, в связи с тем, что британский парламент отказал своему премьер-министру поддержать его идею, которая состояла в том, что Британия должна присоединиться к Соединенным Штатам. Но, возможно, от того, что Обама сам на самом деле до конца не был уверен, что он хочет такой удар наносить. Главным свидетельством этого стало то, что вместо того, чтобы удар наносить, при том, что было уже сказано, что это абсолютно необходимо сделать немедленно, Обама внезапно делает такой какой-то неожиданный поворот и обращается к Конгрессу. Говорит о том, что у этой операции нету ясных целей, что не ставится ясная военная задача, чего, собственно, военные удары могут достичь. И нету совершенно никакой ясности относительно того, что же последует за этим. Мы не втянется ли Америка в затяжной и тяжелейший военный конфликт на Ближнем Востоке, который и так постоянно представляет собой пороховую бочку. Инициатива Путина с уничтожением химического оружия Сирии и присоединением Сирии к конвенции о запрете химического оружия, мне кажется, это одна из таких эффективных мер внешнеполитического свойства, которая была у Владимира Владимировича Путина и у России в последнее время. И то, что эта инициатива оказалась поддержанной многими странами, лидерами Организации Объединенных Наций, удалось той, пусть не полностью, но провести через решение Организации Объединенных Наций, это показывает о том, что, в общем-то, президент России возвращает себе роль авторитетного фигуранта, авторитетного субъекта международной политики. Это можно только приветствовать, но надо понимать, что реализация каких-то инициатив в мировом масштабе, в таких чувствительных вещах, связанных с оружием, с оружием массового поражения, оно просто чревато всякого рода сложностями. Тем более тогда, когда мы знаем, что Сирия уже в третий год находится в условиях гражданской войны. Сейчас большинство стран, включая Соединенные Штаты Америки, поддерживают план президента Путина о том, чтобы обеспечить международный контроль над химическим оружием в Сирии. Но насколько возможно это осуществить технически? Ведь в этом, наверное, главный вопрос. Действительно, вот Россия выдвигает инициативу, сирийское правительство говорит, да, мы готовы и подписать международное соглашение. Кстати, Сирия одна из очень немногих стран, которые не подписали в свое время соглашение о запрете на хранение и использование химического вооружения. И мы готовы поставить под международный контроль наше химическое оружие. И вот действительно это дает возможность американскому президенту отложить даже голосование в Конгрессе. Он предлагает Конгрессу не торопиться, не обсуждать это сейчас. Это дает ему передышку, которую явно он очень хотел. Это дает ему предлог не торопиться. Но, тем не менее, вот хорошо, вообще в любом случае, если речь идет о не до конца продуманной, возможно, безответственной и довольно авантюрной военной инициативе, то можно даже говорить о том, что что бы ни послужило способом, предлогом, там, новой возможностью ее отложить, все хорошо. Но что касается международного контроля, есть некоторые разведывательные данные, которые сейчас где-то просачиваются в прессу о том, что химическое оружие рассредоточено по стране, что оно находится на разных военных базах в Сирии, что речь идет о стране, это уже, конечно, не разведданные, а просто, так сказать, факты, что речь идет о стране, где бушует очень кровавая гражданская война. Каким образом можно в этих условиях международным наблюдателям, международным силам ставить под контроль, проверять наличие действительно химического вооружения, убеждаться в том, что оно именно там, где сирийское правительство, говорит, оно находится, что оно не находится в других местах. Это требует масштабной, скрупулезной проверки, которая затруднена в любом случае при наличии, так сказать, недружественного руководства самой страны к этим процессам. Оно, конечно, будет недружественное. Но это становится практически неосуществимо в условиях гражданской войны. Это небольшое государство на Ближнем Востоке называют горячей точкой на карте мира уже более двух лет. С марта 2011 года здесь продолжается непрерывный внутренний вооруженный конфликт между правительственными войсками и боевиками оппозиции. Казалось бы, какое нам дело до проблем страны, с которой у нас нет общих границ. Однако по результатам соцопросов оказалось, что обострившиеся из-за использования химического оружия ситуации в Сирии интересует сегодня большинство россиян – более 69%. Но россияне считают ситуацию в Сирии внутренним делом этой страны и выступают против проведения международной военной операции. По телевизору каждый день показывают, мы болеем за Сирию, все вместе. Идет провокация в самые настоящие западные страны, но особенно Америки, которые будоражат весь исламский мир, хотят развязать войну. Они должны сами решать все свои вопросы. Надо разобраться, кто там запустил, как говорится, или использовал химическое оружие и так прочее. А, как говорится, просто с плеча рубить – это не дело. Нельзя, конечно, вмешиваться. Видимо, должно соблюдаться суверенитет каждой страны, каждого государства, я так понимаю. Ну, если другим нельзя, пусть и Россия туда не вмешивается. Граждане Америки очень слабо интересуются тем, что происходит в мире. Они заняты больше своими делами. А вот, скажем, граждан в России, ну, например, жителям Рюбовской области, какое делаем до конфликта в Сирии и до того, что там могут применять химическое оружие? Ну, вы знаете, это справедливо в отношении любой страны. Любые граждане, как-то нормальные люди, конечно, гораздо больше интересуются своими делами, чем тем, что происходит где-то на другом конце света. И люди, конечно, исходят из того, что где-то происходит война и чинится зло, но, в общем-то, это их не касается и им не угрожает. И тем более, это справедливо в отношении нашей страны. И дело не только в Оренбургской области, а есть опросы общественного мнения в России. И по ним видно, что большинство нашего населения считает, что Россия не должна поддерживать ни ту, ни другую сторону в этом конфликте. Как бы то ни было, мы не должны помогать ни тем, ни другим, потому что нас это не касается. Но аргумент, который можно здесь выдвигать, он состоит в том, что, так сказать, дестабилизация на Ближнем Востоке теоретически усугубляет активность исламских радикалов. Вот это тот аргумент, который Путин высказывал, что если правительство Асада, так сказать, падет, то в власти придут какие-то радикальные экстремистские силы. В основном, нельзя этого исключать. Это означает активизацию и по всему миру, и исламского радикализма, и, возможно, и терроризма. И это, в конечном итоге, опасно для всех. Но это, собственно, аргумент для того, чтобы каким-то образом воспрепятствовать, возможно, ввязыванию в конфликт, ввязыванию в них американцев, потому что последствия американского вмешательства могут усугубить ситуацию. И крайне мало шансов, чтобы оно каким-то образом там ситуацию улучшило, особенно если речь идет, как Обама говорит, о каких-то ограниченных ударах, которые предназначены для того, чтобы Асада наказывать. Так что, ну, в принципе, это, конечно, может иметь какие-то отдаленные последствия для нашей страны, но действительно, мне кажется, что отношения российских граждан, как и американских, достаточно рациональные, потому что это не война на наших границах, это не война, не дай бог, там внутри нашей страны какой-то конфликт. И лучше, вообще говоря, держаться от этого подальше. Более того, у нас обыватели, знаете, как иногда рассуждают, вот на Ближнем Востоке конфликт, значит, с нефтью что будет? Цена будет расти, может быть, конфликт надо будет все время подогревать, мы же все зависим от нефти, все наше благополучие. И, мол, типа того, что мы даже заинтересованы, чтобы там конфликт какой-то был. Мне кажется, это очень примитивная точка зрения, потому что не от всякого конфликта цены на нефть растут. Это очень сложный процесс, разумеется, тогда, когда там в нефтедобывающих странах что-то начинает происходить, это каким-то образом влияет, но есть и общие экономические процессы, которые происходят в мире, то, что касается там, возможно, на сегодняшний день в большей мере состояние экономики Китая, как крупнейшего потребителя, в большей мере влияет на цены на нефть. Пока спрос в Китае высокий, пока там, хоть и замедление экономики, но все-таки она развивается и растет быстро, им нужно много энергии, им нужно много, соответственно, закупать нефти, и это удерживает цены. И есть масса других параметров. Просто так говорить, пусть там раздуется пожар побольше, и тогда цены на нефть вырастут, ну, мне кажется, что это неверно, потому что, в частности, если пожар побольше, то это уже отражается на мировой экономике, и какой-то спад, да. Я бы тут, кстати, и помнила о том, что цены на нефть для России очень благоприятные на сегодняшний день. Они держатся на уровне где-то вокруг и даже выше 100 долларов за баррель. И вот проблема России, почему при таких ценах наша экономика так сильно замедлилась. Наша экономика по-прежнему очень сильно от нефти зависит. Нефть на неплохом для России действительно ценовом уровне, а наша экономика упала с уровня роста где-то 7-8%, который был несколько лет назад, до где-то там в районе уже 1-2. Так что это скорее нужно думать об этом, как сделать нашу экономику такую, чтобы она не зависела так сильно от перепадов на цен на нефть, и более того, чтобы она росла, а не замедлялась. Так что речь уже идет и о рецессии тоже. Ну, может быть, о экономической выгоде для России можно говорить в связи с реализацией инициативы нашего президента В.В. Путина, который в поисках выхода из ситуации в Сирии предложил очень интересный мирный выход. Это связано с присоединением Сирии к запрещению химического оружия и с его уничтожением. Ну, как мы видим, Организация Объединенных Наций поддержала. Сирия присоединилась к конвенции, и где-то в октябре уже состоится окончательное решение. Но мы сегодня знаем о том, что уже Асад объявляет о том, что потребуется для уничтожения год и 1 миллиард долларов для уничтожения этого химического оружия. И у нас в стране есть очень такой опыт уничтожения такого оружия. И, возможно, вот именно здесь мы можем получить настоящую экономическую выгоду, участвовав в уничтожении этого страшного, в принципе, запрещенного оружия массового поражения. Руководство страны при Путине все время выступало за то, чтобы на смену однополярного мира во главе США пришел многополярный мир. И вот теперь, после 20-ки в Петербурге, стали некоторые эксперты заявлять о том, что Россия добилась, что мир становится двуполярным. Только в отличие от того, что было раньше, Советский Союз США, это такие два полюса – Запад и Антизапад. Насколько справедливы вот эти утверждения? Мне кажется, что это настолько упрощает ситуацию, что, в общем, можно сказать, что это ошибочный анализ. И, кроме того, это все-таки вывод, который делается на основании, действительно, вот этого нынешнего конфликта. Вот сейчас так показалось, что влияние Соединенных Штатов резко упало. Это правда. Оно действительно падает. И, более того, раз за разом Америка демонстрирует, что она готова вмешиваться и готова вмешиваться военным путем, а разрешать конфликт и добиваться какого-то улучшения не получается. Это справедливые в отношении Афганистана, в отношении Ирака, в отношении Ливии из последних эпизодов. Вмешаться-то вмешались, никто не воспрепятствовал, не было такой силы, которая могла воспрепятствовать американскому военному вторжению или применению военной силы. А лучше не стало. Все эти абсолютно справедливые. В данном случае президент Путин указывает, да, собственно, таких критиков очень много и в самой Америке. Чего мы, собственно, добились? Или чего они, собственно, добились? Вот в Афганистане где-то там что стабильность, там что благополучие, там что безопасно. Нет, все это не так. Так что падение влияния Америки невозможно отрицать. Но говорить о том, что мир какой-то биполярный, тоже невозможно. Скорее речь идет о том, что постепенно мир превращается в взаимодействие, в такую, в общем, игру сил, над которыми нет просто никакого авторитета, никакой высшей силы. Это гораздо менее устойчивый мир. Это гораздо менее более сложный мир, гораздо более хаотичный мир, в котором даже самый маленький, ну, естественно, относительно конфликт оказывается неразрешимым. И при наличии и доброй воли, и как-то дипломатических усилий, и военной силы, и недоброй воли, все равно не удается это разрешить. Вот как устроен сегодняшний мир. Он гораздо больше, он становится с одной стороны, это такой некоторый парадокс, гораздо глобальнее, больше взаимозависимость разных обстоятельств, разных событий в разных частях, но при этом никакой регулирующей силы практически нет. Руководство России в последние годы утратило добрые отношения с самыми развитыми странами. И все больше вытесняется куда-то на периферию, на это евразийское пространство. Собирается строить это пространство, таможенный союз создавать и так далее. Вот понятно, что здесь могут реализоваться политические амбиции руководства страны. А экономические интересы России, насколько они реализуются, если Россия дальше будет проявлять такую политику? Успешно развиваться, повышать экономический рост, повышать технологичность и улучшать развитие экономики в России, конечно, невозможно. Без хороших контактов, хороших связей и расширения этих связей с наиболее развитыми странами мира. Что касается некоторого разворота России в большей степени в сторону евразийского пространства, бывшего Советского Союза стран, само по себе стремление России быть таким региональным лидером, оно абсолютно оправданно. Разумеется, наша страна самая богатая на этом пространстве, ну и, конечно, самая сильная, самая крупная, даже не говоря о территории, но о размере экономики и так далее. Но насколько, опять-таки, благоприятно для России, насколько это полезно для нее и выгодно, скажем, окружить себя партнерами более слабыми. С одной стороны, у России есть очень сильные рычаги для выкручивания рук. Россия может сильно усугубить положение стран бывшего постсоветского пространства. А с другой стороны, именно использование такого вот давления серьезного, оно заставляет руководство этих стран, в общем, с опаской к России относиться и пытаться все-таки как-то удерживать свои позиции, чтобы не оказаться полностью в российской орбите. Примером этого, конечно, служит сейчас Украина, которая собирается подписать некое предварительное соглашение с Европейским Союзом в Вильнюсе осенью этого года. Это развитие событий, которые Россию не устраивает. А санитарный Онищенко, это кто-то буквально сразу и пример показал, какие были отношения? Много-много рычагов. Это и рычаг, который называется Геннадий Онищенко, который немедленно обнаруживает какие-то дефекты в товарах импорта из тех стран, которые ведут политику, не устраивающую Россию. Ну, ни для кого, совершенно не является ни в каком смысле здесь убедительными соображения гигиенического или там какого-то санитарного характера. Понятно, что это политический инструмент. Но еще один мощнейший инструмент, это, конечно, энергоносители, которыми Россия очень богата и которые она использует как политический рычаг. При этом надо все-таки отметить, что каждая страна решает это самостоятельно. Россия не угрожает никому военной силой, не дай бог, не вводит свои войска, не угрожает там, я не знаю, нанести удар, не угрожает никакой оккупации, боже сохрани, ничего этого нет. Страна вправе делать свой выбор. И там, и там есть серьезные проблемы и издержки, и нужно их все взвешивать. Конечно, Россия может играть большую роль в международной политике, предлагая различные инициативы, такие как, например, контроль над химическим оружием в Сирии или урегулирование арабо-израильского конфликта. Главное, чтобы наши внешние политические стратеги не забывали. Для нас в тысячу раз важнее, как мы строим свои отношения с ближайшими соседями, бывшими республиками Советского Союза. Особенно это касается Украины, у которой огромный экономический потенциал, почти 50 миллионов населения со значительной русской диаспорой. Как обеспечить такое взаимодействие, чтобы оно было благом для каждой из сторон? Экономическими санкциями, газовыми конфликтами делу не поможешь. Причем хуже от такой политики будет не только Украине, но и России. Пока обеспечить взаимовыгодное сотрудничество не удается. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что если Украина подпишет соглашение об ассоциированном членстве в Европейском Союзе, то вход для нее в таможенный союз будет закрыт. Давление России только усиливает поддержку Евросоюза, который к тому же предлагает быстрое оформление ассоциированного членства и помощь в 1 миллиард евро уже в следующем году. Причем без ультиматумов. Догадайтесь, что выберет Украина. На этом все. До новых встреч в программе «Диалог». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин